Добро пожаловаться! Вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Некоммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Доброе утро, уважаемые слушатели. Начинается программа «Добро пожаловаться». Председатель правления товарищества «Центр консультаций собственников квартиры», председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Также к нам присоединились Эрвин Страупе, заместитель председателя ассоциации управляющих Латвии, и Айварс Гонтарев, бывший директор РНП, Лига Саму Парболникс. И, кстати, вот у нас остались с прошлого раза несколько смс-очек, которые вот мы не успели ответить. Ну, тут даже первое, это был не вопрос, а такая благодарность. Большое спасибо господину Гонтареву за оперативную помощь в решении проблем с отоплением, пишет нам. После такой помощи вера в честных коммунальщиков снова восстановлена. Человек действительно готов безвозвездно помогать рижанам. Дом экспорта 14. Вот. Вашу. Спасибо. Спасибо за добрые слова. Можно нам звонить 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, или писать на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Сразу же, вот у нас только пошла заставка, были первые звонки. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. У меня вопрос к господину Гонтареву. Вот. У нас адрес Моррес-5, да. И уже я жаловался на, на упороне с нацентральной, это телефон 8-9-2-0, что плохая работа дворника. Дворник, он не подметает, как положено, лестничную площадку. Он приходит этой водой, размазывает эту грязь и пошел. И в ответ я только слышал, что некому работать у дворника три объекта, и некому работать. Вот и все. Я прошу разобраться с этим вопросом. А Моррес-5. Спасибо. Чем смогу, узнаю просто ситуацию, чем смогу, помогу. Конечно, я не могу заместить дворников, да, у меня такого административного права на данный момент не имею. Но, скажем так, я вижу уже с точки зрения частных домуправов, если, например, к нам обращается дом с РМП, тогда издержки за уборку, ну, у нас, в принципе, получается, обычно там, если небольшой дом, ну, один дом, который сам по себе стоит, намного больше из-за этого. И, наверное, скорее всего, вот есть начало проблемы о том, что рассчитано, наверное, что у этих дворников большая территория, из-за этого они не справляются. И на место них очень трудно кого-то найти, да, потому что если зарплата адекватная, тогда дворников можно найти, хороших дворников можно найти. Ну, разберусь, я посмотрю, что, как. Для более доскональной информации, будьте добры, наберите мне уже лично на мой мобильный телефон 29757663. Потому что я должен видеть сметы вашего дома, чтобы понять, сколько у вас ходит на уборку, да, и тогда уже сравнить с рынком и понять причину этой проблемы, да, потому что если причина – это человеческий фактор, ну, человека всегда можно найти. Тут еще один вопрос был, но он, скорее, такой, я бы сказал, очень глобальный. Пишет, я понимаю, возмущенный, значит, слушатель, который возмущен тем, что предлагается ремонтировать, ну, вот, дом за свои деньги. Так что нам мосты и железные дороги тоже за наш счет ремонтировать? Мы же платим налоги. На что же за ваучеры вдули нам наши же квартиры в убитых домах? Это все мухлеж – повесить содержание домов на жильцов. Ну, я просто читаю, как написано, просто жильцов стали называть владельцами и заставили оплачивать капремонты. Вот конец этого возмущенного послания. Трудно ответить на этот вопрос по простой причине, что так оно и есть. Должны платить и должны содержать. Это наша собственность. Так уже сложилось объяснять и возвращаться 20 лет назад и пытаться что-то разобраться опять, что, кого, кто, кого надувал. Но нет смысла. Есть действительность. У вас есть возможность либо достойно обслуживать свой дом и жить с ним долго и оставить это имущество в наследство своим детям, либо у вас есть возможность не платить и дать ему спокойно погибнуть. Ну, и потом искать себе новое жилье, которое надо будет покупать за свои деньги. Вот и все. Здесь долго разговаривать, я думаю, не надо. Это суровая действительность, которая есть, и нечего ее обсуждать. Вопрос, наверное, сейчас от наших слушателей последует. Здравствуйте, добрая. Здравствуйте. Вопрос к представителю РНП. По плану капремонта 2020 года предусмотрены работы по замене окон на лестничных площадках, замена дверей в подвалах жилого дома Лидонюсе, микрорайон Ильгуцеем. Не сделаны ни конкурс, ни закупки. На каком основании сорван капремонт за целый год? Это же безобразие. И что будет дальше? Окей. Спасибо. Я хочу, наверное, еще раз напомнить радиослушателям, что я не теперешний представитель РНП. Я бывший председатель, я понимаю, как эта организация работает и могу помочь добрым словом или советом. Но непосредственно что-то менять в этой организации я не могу. Меня оттуда остралили 19 ноября прошлого года. Так что с тех пор там правление поменялось, наверное, раз в 3-4 состав правления. И, к сожалению, это вот и есть проблема любой организации. Если каждые 2-3-4-5 месяцев менять председателя или директора, ну, бардак будет и он всегда будет продолжаться. Я только могу сочувствовать с тем людям, которые там сейчас, которые говорят, ну, тут все плохо, тут все плохо. Ну, вот, к сожалению, это, скажем так, результат городской политики. Да, о том, что вот между собой политики борются и, несмотря на какие какого-то рода результаты, заслуги и все остальное, просто при получении власти просто сменяет все руководство всех компаний, потому что хотят побыстрее получить власть в этих же самоприлических компаниях. А страдает как результат этого жильцы. Да, ну, вот, к сожалению. А что у нас есть? Я адрес услышал. Там же вообще сейчас с РМП были проблемы с закупками большие, да. Просто нужно следить, общаться с своим руководителем участка, да, записываться на прием и понимать, ну, хоть в онлайн-режиме, понимать, в какой ситуации ремонты этого дома. Но то, что еще раз вы можете сделать, о том, что мы каждую передачу вам рассказываем, как вы можете собираться на сайте lmparvalnext.lv, есть форма того, как, каким образом могут избрать простым названием вас, как старший по дому, вы уже дальше, как старший по дому. Говорите, какие работы проводить, какие не проводить, каким образом их проводить, какой приоритетности, за какие деньги кому давать. Ну, это главный наш посыл, это тот, каким образом вы можете контролировать дом прав на данный момент. Глобально у вас два выбора есть. Или же вы сами перенимаете каким-то образом инициативу и контроль в своей руке, или вы ждете. Если вы будете ждать, вы не дождетесь. Ну, реально, большая компания, и смена всех правлений, которые там были, вы, в свою очередь, будете ждать долго и долго. Еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Извините, я повторно, у меня теперь вопрос будет, не жалоба, а вопрос господина Сидорко. Мне кажется, что в 2000 году мы как-то встречались с вами, и вы первые, кто в Бака-2, по моему такому мнению, занимались всегда утеплением своих блочных девяти или двенадцать этажных домов, я не помню, два дома на этой улице они стоят, Озигов Планета. Скажите, пожалуйста, как они ведут себя после утепления вот этим пенопластом, или как вы утепляли? Я имею в виду вот состояние дома само, спасибо. Спасибо. У нас в кооперативе утеплено порядка одиннадцати домов. Одиннадцать домов. Да, вы правы. Двенадцатый этажки мы утепляли в 2005 году первые. Нет проблем. Нет проблем с точки зрения эксплуатации домов. Это раз. Потребление тепла сократилось примерно на 40%. На высотных домах оно несколько ниже, нежели на пятиэтажках. На пятиэтажках достигает 50%. Отпал полностью такой вопрос, как ремонт швов. Да, требуется после 15 лет эксплуатации, требуется освежить покраску наружных стен, но даже не покраску, а обработать их специальным составом, чтобы уничтожить образовавшиеся и осевшие на наружных стенах грибки и лишайники. Мхи, точнее, извиняюсь, мхи и лишайники. Это вы видите такие черно-зеленоватые грязные полосы на домах. Это именно мхи и лишайники. Есть эффективные химические средства, при помощи которых их можно смыть и защитить от этого неприятного явления лет на пять на шесть дома. В принципе, я могу сказать только одно. Из всех 11 домов, что мы реновировали, отрицательных отзывов нет ни в одном доме. Экономия тепла очень существенная, снижение эксплуатационных расходов на ремонт именно тоже достаточно существенное. Поэтому и из 11 домов 9 уже полностью расплатились по кредитам и живут спокойно своей жизнью, получая все преимущества утепленного дома. Низкую квартплату и низкие расходы на отопление и эксплуатацию. Надеемся, что ответили на вопрос. Следующий звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Вы в эфире. Доброе утро. Извините, я не очень четко сказала, но вы поняли мою мысль. Дезинфекция важнее, чем мыть сейчас улицы и тротуары. А у вас так не проводили все это время ни разу? И полгода, наверное. Я боюсь назвать срок. Ну подождите, а вы видели, как убирает дворник в подъезде? То есть что-то происходит в подъезде? Там убирают, протирают стены, перила? У нас довольно прилично, довольно аккуратно. Но я думаю, надо дезинфекцию делать, не просто мыть полы. Сейчас мне это важно в этот момент. А что вы понимаете под дезинфекцией? То есть, может быть, вы не замечаете? Может быть, просто вы думаете, что... Запах, когда делает дезинфекцию, я забыла, как называется этот... Хлор, хлор или что-то такое. Самое неприятное. Ну раз в месяц можно такую вещь делать. Наверное, я неправильно сказала насчет хлора? Ну, вообще-то говоря, хлор с содержащими веществами дезинфекция в помещениях такого пообщего пользования вряд ли имеет смысл. Вопрос насчет запаха – это вопрос концентрации этих дезинфицирующих средств. У меня тоже в кооперативе постоянно происходит борьба. Кому-то не нравится, что нету запаха, кому-то не нравится, что он есть. На самом деле, что необходимо и возможно сделать, это по возможности часто дезинфицировать поверхности, к которым прикасаются люди. В первую очередь, это дверные ручки, это пульты лифтов, это кнопки лифтов. Вот такие вещи. Полы, да, есть рекомендации. Мы моем спирт содержащими или хлор содержащими дезинфицирующими средствами. Но, опять-таки, доводить там концентрацию так, чтобы совсем завоняло, но, извините, это никому не нужно. И еще раз хочу подчеркнуть, что домоуправление не сможет обеспечить вам абсолютную протекцию от этого вируса, потому что, ну, можно два-три раза в день протирать ручки. Невозможно за каждым входящим это делать. Поэтому все-таки будьте добры, соблюдайте правила личной гигиены. Не прикасайтесь голыми руками к поверхностям, где касается много людей. Используйте разовые перчатки, полиэтиленовые перчатки. Поберегите себя. И придя домой, еще не забудьте помыть руки, а по дороге не трогать слизистую оболочку глаз и прочих частей лица. Может быть, просто я почему задавал такие уточняющие вопросы. Может быть, из-за того, что слушательница наша не чувствует запаха, ей кажется, что не проводилась дезинфекция. На самом деле она могла проводиться теми веществами, которые просто не оставляют такого запаха. Просто можно, наверное, узнать, уточнить, обратиться в домоуправление с просьбой пояснить, проводится ли дезинфекция, как часто. То есть, наверное, ну вот это вопрос коммуникации, там, ну, человек не знает. Я позволю тогда себе сказать так, что такое профессиональная дезинфекция помещений. Мы у себя заказывали для служебных помещений. Это приходит бригада со специальными генераторами, которые распыляют дезинфицирующее вещество. После этого два часа дышать в этом помещении нельзя. После этого требуется интенсивное проветривание и так далее. Поэтому здесь рассчитывать, что мы будем лестничные клетки дезинфицировать таким образом, я не говорю даже о затратах, о смысле. Это что, нужно вывести весь дом на 4-5 часов из дома, чтобы никого не было, профукать, и тут же зайдет через два часа какой-нибудь человек, который потенциально может быть заражен, и все эти усилия пойдут на нет. Я думаю, что в этих пределах мы можем говорить только об одном, чтобы призывать людей как можно тщательнее соблюдать правила личной гигиены. Других способов эффективных защитить нет. Насколько я знаю по отношению к РМП, тогда во время уже первой волны ковида все же эти программы по уборке, они были уточнены и были включены определенного рода мероприятия, именно связанные с ковидом. По конкретному адресу я знаю, скажем так, кварталы этих домов, хорошо, и я узнаю, и на следующей передаче мы ответим, да, сколько часто они, какого рода меры там проводятся. Ну, узнаем все это, да, это довольно тридцать. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, можно писать также нам на WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Кстати, в прошлый раз, по-моему, мы начали разговор о мусорной реформе, о мусоропроводах, и вот я вдруг с удивлением обнаружил продолжение этой истории. В России Сергей Иванов абсолютно теми же словами, что и наш господин Тутце высказался о том, что нужно заваривать вот эти все мусоропроводы в домах, именно потому, что это мешает мусорной реформе и разделению мусора, что люди будут выбрасывать мусор, ну, недобросовестные, вот, не разделяя его, если есть вот возможность сразу это сделать в подъезде, не выходя из дома, они так и будут делать. И поэтому первый шаг вот прямо вот было объявлено, по-моему, сейчас в России, новые здания будут, новые дома строятся, и уже без вот возможности вот этих мусоропроводов. То есть я понимаю, что это не только вот наше какое-то ноу-хау изобретение, в принципе, вот логика такого рода есть, хотя мне кажется, вот я просто представил себе, что изменится. То есть недобросовестный человек, если он не хочет разделять мусор, он точно так же выйдет и выбросит все это в один контейнер и бутылку, то есть кто его может заставить выйти из дома. Так наоборот, он, будучи еще обозленным на то, что его попогнали в мороз выносить мусор, он еще назло не то, что там не будет разделять мусор, а еще какую-нибудь гадость там сделает. То есть, ну, мне кажется, что это, ну, здесь вот какой-то вот логики, ну, как-то я не могу смотреть. Нет, наверное, я отвечу. Ну, во-первых, господин Пуца уже прошлый. Но его идеи остались жить. И заваривать или не заваривать контейнер, мусоропроводы. Вопрос такой риторический. Я на прошлой неделе обещал, что мы поговорим в своей ассоциации. Мы поговорили, там мнения разделились, но главная вещь такая, что нельзя закрывать что-то, пока не обеспечено место разделения сортировки мусора. И в тот момент, конечно, мусор нужно сортировать. И просто пока наши цены за вывоз мусора достаточно демократичные. Но они будут дорожать. С каждым годом они будут дорожать. И в тот момент, конечно, сортировка мусора даст какую-то довольно большую экономию. Я говорил с коллегой в Лепой. Они говорят, что у них уменьшилась сумма в конкретных домах за счет сортировки даже в три раза. Но это можно делать только тогда, когда есть конкретная площадка сортировки мусора. Тогда человек будет сортировать. Никогда все не будут. Все никогда не будут сортировать. Но какая-то часть. И за счет этого можно будет сделать удешевление вывоза мусора. Но пока площадок нету, я, скажем, своей золи туда выхожу с утра на улицу, я даже в пределах видимости не могу видеть ни один сортировочный контейнер. И тогда спрашивается, почему же я буду что-то сортировать, если мне некуда это все нести. Значит, я вываливаю все это в контейнер. Если такая проблема существует, значит, ответ очень простой. Зачем заваривать что-то, если нету предложения, альтернативы? Это мое мнение. Это, в принципе, мнение и ассоциации. Я бы сказал так, что на самом деле это действие, если из-за разряда, если не знаешь, что делать, тогда сделай хоть что-нибудь. Вот возьмем и заварим мусоропроводы. Ну вот активность проявили. На самом деле, если я скажу так, мы наблюдали вообще, кто пользуется мусоропроводом. Еще раз повторю. Это люди, у которых практически нету мусора. Вот честно говорю, у которых практически нету мусора. Это пожилые люди, малообеспеченные люди, у которых там собирается за день такой маленький-маленький пакетик. Вот они его могут положить в мусоропровод и сбросить. Там не речь идет о сортировке. Если мы говорим о молодых, полноценно живущих семьях, то, как правило, там есть какой-то повышенный объем мусора. Бутылки, пэт, там еще что-то, еще что-то. Они, как правило, спускаются, выносят эти мусорные мешки вниз. И, как Эрвин сказал правильно, если есть рядом площадка, да, они будут разделять. Это первое. Второе. Воспитание людей по разделению мусора, по сортировке мусора – это воспитание, это процесс воспитания. И никто за пять секунд никого воспитать не может. Ну, покричали мы полгода назад, когда был этот скандал с Террига. Покричали мы о сортировке мусора. Была какая-то кампания. Люди это восприняли и начали сортировать. После этого информационное давление полностью ушло. Оно полностью ушло. Оно переместилось в заваривание мусоропроводов. Ну, заварим мы их. А дальше что? У нас много звонков сразу, вот как мы затронули эту тему. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Вы в эфире. Доброе утро. Михаил, меня зовут. Вот я хочу бросить как пользователь. Ну, то есть человек, который выбрасывает мусор. Я обеими руками за то, чтобы действительно сортировать. Но всегда вхожу в ступор. Когда там бумажное, там пластик. И там куча пояснений. Что можно, что нельзя. А нельзя было бы сделать, допустим, что вот стекло, там пофиг стекло. Бутылки, просто стекло в один контейнер. Пластик, любой контейнер. Или все бумажное. Будет гораздо проще. И тогда не надо ломать голову. Просто раскидал все по контейнеру. А так смотришь, что можно, что нельзя. Какие-то там ограничения. Все равно же они будут это все потом сортировать на месте. Как пускай сортируют все стеклянное место. По-моему, как раз таки стекло, для стекла отдельный контейнер и есть. Он обычно зеленого цвета. А в желтый можно класть пластмассовые и картонные всевозможные. Да, да. Да, я не спорю. Да, правильно. Я еще вам говорю, что стеклянное, допустим, там стекло что? Бутылки можно, допустим, там. А кусок стекла нельзя. То же самое в пластиковом. Там бутылку ПЭТ можно, а там какую-то пленку, там из-под бытовой химии нельзя. А почему? Ну, все-все, пластик в пластик, стекло в стекло, бумагу в бумагу. А там уже на месте сортировщики все равно будут сортировать. Разберутся. Вот это будет гораздо проще. А так там куча ограничений. Ну, кусок стекла, я могу ответить, это уже строительный мусор. То, что можно сортировать, она довольно не так сложно. ПЭТ-бутылки нужно их, как сказать... Ну, да, смять. Да, смять. Бумагу, картон там ограничений нет. Стеклянная тара, ну да, она должна быть чистая. Нельзя вот там съесть там целую баночку там баклажановой икры. Эту баночку напрямую, ее нужно все-таки перед этим помыть. Ну, там довольно все просто. Не так сложно, как радиослушатель говорил. Но стекло, это все-таки строительный мусор. Баночки, бутылочки. В этом там нет никаких ограничений. То, что, конечно, в наших советских домах сложно, это дома поставить там, не знаю, три ящичка и в каждый что-то вкладывать или три мешочка. Ну, все-таки сортируется очень просто тогда в этот свой домашний контейнер ложить все то, которое в один мешок идет, и все остальное уже вкладывать, то, что можно сортировать, просто вкладывать в другой мешок и относить на сортировку мусора. Но, опять же, то, что я говорил, если есть куда-то относить, ну, не будет бабушка или дедушка нести через весь микрорайон, через четыре улицы проходить, если там где-то есть контейнер. Ну, не будет. И не будет молодая мама это нести. Ну, поэтому я говорю, основная вещь, сперва сделайте возможность сортировать, а потом уже, извините, заваривайте, закрывайте и так далее. Здесь маленький нюанс при, скажем так, мотивации сортировать и так же, и вообще выстройке всех площадок. Эрвин хорошо упомянул, что сейчас повышается и будет повышаться тариф. А давайте рассмотрим, из-за чего он повышается? Из-за специального налога, который наше правительство специально повышает. Ибо мотивировать всех. То есть нас всех мотивируют сейчас патоком, как это, плеткой, да? А почему бы, например, государству бы не сказать, вот, это налог, который мы сейчас повышаем, мы создаем специальный фонд, эти деньги не уйдут куда-то там на повышение зарплаты министрам и там чиновникам или чего-то, а это именно как фонд для выстройки площадок. И как только вы кварталом соберетесь и определите нам, покажете, вот где нужно выстраивать, в фонде там, не знаю, пять людей стоят, они говорят, фас, вот здесь выстраиваем площадку для сортировки. Это бы сплочало бы людей, да? То есть люди бы начали говорить, общаться между собой и как-то что-то двигаться. Эти деньги, они бы понимали тогда мотивации, почему им нужно платить и почему нужно больше сортировать, потому что у них есть возможность тогда быстрее выстроить эти площадки. И они бы понимали, ну, они были в процессе больше внутри. Сейчас просто вам, вот, ребята, мы вам заварим мусоропроводы, мы вам поднимем два раза сейчас тариф, и таким образом мы вас будем мотивировать, да, чтобы вы ходили и сортировали. При сортировке и при такой хаотичной системе мы видим другие также дефекты, да? Вот, по-моему, Брибус-253 вам написал на радио, да, на прошлом? Да, да, было, да. То есть этот мусорник, я разучил эту ситуацию, этот мусорник находился в частной территории на заправке Неста. То есть частная компания решила, что она поставит мусорник для сортировки. Конечно, тогда окружающие дома тоже несли туда сортировать свой мусор, но была проблема. Как, оказывается, я написал в Несту и спросил, в чем вопрос. В том, что началось усиленное загрязнение, муниципальная полиция начала их штрафовать, ну и они этот мусор просто убрали, мусорник, да? Потому что из-за их, как бы, хорошего такого жеста для жителей, да, их же потом и муниципальная полиция наказывает. Ну да. Это тоже такой изъян системы, которая непродумана, и даже ты хочешь что-то хорошее сделать, тебя за это наказывает, да? И в конце концов, вот такой частный предприниматель, как Неста, он снимает этот мусорник в своей территории, потому что, ну зачем ему это надо? У нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите ваш вопрос. Доброе утро. Вы знаете, такой момент. Нам уже 10 лет назад, наверное, заварили мусорники, и ничего, даже здорово, караканы не лезут, мыши не дохнут, елки не кидают, все это застопоривается там. Так что все неступны на эту площадочку. Но приезжает мусорная машина, сначала зеленые контейнеры, и сверху вываливают желтые, да, где мы сортировали бутылочки, то есть эти бумажки, пластмассы и что такое. Зачем мы тогда это сортировали, если все в одну машину? И еще один момент. У нас такое горлышко узенькое, что машинами заставлено к мусорникам подход, что туда мусорная машина подъезжает, фотографирует, проехать не может и уезжает. Адрес Даммэс-1. Спасибо. Я бы, если можно, сразу бы сказал по горячим следам. Не надо мучиться, куда увозят мусор сортированный. И кто, и как увозят. Потому что его вывозят бесплатно. Если люди не умеют вывозить нормально мусор, это их финансовые потери, а не ваши. Если вы сортировали мусор, то значит вы не платите за вывоз сортированного мусора. Это первое. Второе, на что хочу обратить внимание, то, что ситуация у Эрвина и так далее. Как сегодня могут быть поставлены контейнеры для сортированного мусора? ТОК при условии, если домоуправление требует и указывает площадку, где можно поставить этот мусорник. То есть, по факту, то же самое, что у Эрвина, ему надо обращаться в свое домоуправление с тем, чтобы около его дома поставили мусорник для сортированного мусора. И вот тут мы начинаем налетать на проблему. В принципе, наверное, надо ставить мусорники для сортированного мусора на группы 5-6 домов. А вся земля-то поделена. Вот кто сейчас в здравом уме согласится, чтобы у него под окнами стояли эти мусорники? Каждый будет отбрыкиваться на чужую территорию. И здесь, на самом деле, не власть, никто об этом не думает. Дело в том, что земля поделена, она либо в частных руках, в случае разделенной собственности, либо она в руках собственников квартир. Но она вся на кусочки. Ни одного свободного куска, допустим, в портнемся, вы не найдете вот так вот. Вот есть площадка бесхозная, куда можно приехать, воткнуть эти контейнеры, поставить и пользуйтесь, ребята. Поэтому здесь колоссальнейшая проблема. И всякого рода насчет заваривания мусоропроводов, да, я согласен, если заварили, там не ползут тараканы. Но у нас почему-то тараканы не ползут и при открытых, и рабочих мусоропроводах. Наверное, надо гигиену опять-таки поддерживать, а не затыкать все дырки. Поэтому я бы сказал так, что если мы касаемся вопроса сортировки мусора, то да, должны быть в доступности контейнеры, и эти контейнеры должны ставить тогда мусорособирающие компании. Они должны находить выгодное для них место и пытаться согласовать эти установки уже либо с собственниками земли, либо через органы власти принуждая. Давайте возвращаемся. Да, сделайте, пожалуйста, тише радиоприемник. Мы фонируем. Доброе утро. Простой вопрос господину Сидорко. Кингаракс, пятиэтажный, кирпичный дом. Одна квартира, третий этаж, ждается уже много-много лет. Этим летом были открыты два окна в двух квартирах. Ой, в двух, простите, в двух комнатах. Когда началось уже отопление, окна продолжают быть открытыми. Соседи позвонили в управляющую компанию «Модулис». Мы попросили связаться с хозяйкой, чтобы она закрыла окна. Потом результат этих переговоров был. Хозяйка ответила, она живет в Юрмале, ей некогда приехать закрыть окна. Это ее частная собственность, она делает, что хочет. Вы представляете, окна были закрыты только вот несколько дней назад. То есть полтора месяца, когда было включено отопление, она отапливала улицу. Мы за это по копейкам, по центам платили. Но почему мы должны платить за то, что у хозяйки, видите ли, нет времени приехать и закрыть окна? Ну, риторический вопрос, я понимаю. Он не риторический, он может иметь вполне материальные последствия. Дело в том, что есть в законе о квартирной собственности такой интересный пункт, который говорит, что собственники квартир определяют порядок распределения счета поставщика коммунальных услуг. В данном случае просто нужно оперативное управление. Можно было совершенно спокойно зафиксировать юридический факт открытых окон, пригласить энергоаудитора и за небольшие смешные деньги сделать энергоаудит о повышенных теплопотерях в случае вот этого вот всего безобразия. И за эти два месяца ваша бы хозяйка, которая не могла доехать, могла бы на юридически четкой основе получить очень красивый счет. Я думаю, после этого у нее бы время нашлось бы сразу. Не только что приехать из Юрмала, а пешком прийти. Поэтому будьте добры, напрягите свою управляющую компанию, и такие вещи нужно просто фиксировать и прибегать к услугам сертифицированных специалистов. Все можно совершенно спокойно это сделать. И наказать такого человека очень легко можно. То есть вот это выражение «мой дом, моя квартира», точнее, что хочу в ней, то и делаю, все-таки есть какие-то… Все, кроме того, что вообще-то идет против интереса других. То есть, как всегда, свобода твоя кончается там, где ты ущемляешь свободу других. Тут эти вещи совершенно спокойно делаются. Нужно просто юридически грамотно работать и управляющей компанией, работать на результат, а не на то, что там, ну вот мы позвонили, нам сказали, мы вам передали. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Программа «Добро пожаловаться». Буквально вот считанные минутки у нас остаются до конца. Если у вас есть какие-то вопросы, жалобы, предложения, вопросы, которые касаются именно коммунальной службы, звоните, пишите нам на номер 2-3-0-6-1-9-1. Даже если вот мы не успеваем в одной программе ответить на вопросы, мы обязательно отвечаем в следующих, последующих программах. Ну и вот как я понимаю, что еще был вопрос у слушательницы о том, что не могли мусорные машины подъехать к этим мусорникам и забрать мусор. Они просто фиксировали, что подъезд закрыт другими машинами, ну вот возможности подъезда к этим мусорникам. А вот что делать в этой ситуации? То есть если оставляют, например, свои машины возле мусорных контейнеров и мешают вывозу мусора люди? Проблема. Очень большая проблема, потому что в договоре с мусорной компанией, с мусорной компанией четко отговорено, что мы должны либо обеспечить подъезд этих машин, либо выкатывать мусор в ту точку, куда свободно может подъехать эта машина. Здесь одно, вы хозяева земли, ставьте знаки, запрещающие стоять в тех местах, где это мешает общим целям. Здесь один выход. Потому что по-другому люди не понимают. Я могу сказать вам сразу, как бы ты ни благоустраивал двор, но если есть свободное место, то кто-нибудь приедет и поставит свою машину. Если нет ограничивающего знака, если нет штрафа. Попытки убеждать людей, что нужно освобождать к определенному времени проезд, но, как правило, ничем не хорошим не заканчивается. Поэтому в данном случае, если эта проблема существует, нужно решать вопрос либо о том, чтобы самим выкатывать контейнеры в точку, где их можно забрать, либо ставьте знаки, запрещающие стоять. А здесь есть ли разница между тем, чьи машины стоят? То есть одно дело, если приехали из соседних домов или, например, кто-то в гости приехал, оставил машину, а если эта машина принадлежит одному из владельцев квартиры, он говорит, что вот я как владелец квартиры. Ну, как владелец квартиры, ты понимаете, дело в чем, что я могу сказать так, что если нельзя договориться, что, во-первых, очень трудно договариваться с мусоровозвозящей компанией, они не дают четкого временного интервала, когда придет машина. Они говорят так, с 7 утра до 22 вечера. А может и не прийти. Это первое. Второе. Договариваться не имеет значения. Есть правила дорожного движения. Можно поставить знаки, которые ограничивают право стоять на твоей земле, тем людей, которых нету разрешения. Можно разрешить своим стоять, но если ты поставил знак «Стоянка запрещена, остановка запрещена», значит, в этом случае ты не имеешь права стоять никто, потому что это нарушение правил дорожного движения. Если такое есть, то можно фиксировать и штрафовать людей, которые нарушают правила дорожного движения. Другого варианта нет. Ну что же, у нас, к сожалению, время нашей программы сегодня подходит к концу. Я благодарю всех участников. Напомню, что на ваши вопросы сегодня отвечали, вас консультировали. Председатель правления товарищества, Центр консультации собственников квартир, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко, также бывший председатель Ригас-Намупар, Волдникс Айварс Гонтарев и Эрвин Страупе, заместитель председателя Ассоциации управляющих Латвии. Большое спасибо. Пишите, звоните. Я уже обращаюсь к нашим слушателям. Обязательно в следующий понедельник ответим на ваши вопросы. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин